Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Согласно хадисам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ближе к судному дню распространится прелюбодеяние, и это станет настолько обычным явлением в обществе, что люди будут хвастаться этим, рассказывать друг другу и публиковать в интернете. Да, клянусь Аллахом, в некоторых арабских странах даже издают законы, легализующие эту мерзость. А нас да будет довольным Аллах, передается слов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что перед судным днем уйдет знание, распространится невежество, распространится прелюбодеяние и употребление вина. Станет мало мужчин и много женщин, так что у 50 женщин будет один покровитель и кормилиц. Многие родители сегодня не представляют себе, насколько опасен виртуальный мир и насколько коварна всемирная паутина. В молодости у них не было интернета, они не общались в ватсапе и не фоткались для инстаграма, поэтому не оставляйте детей без контроля и чаще ведите с ними воспитательные беседы. Также, ближе к судному дню увеличится ростовщичество. Это настолько очевидный факт, что сегодня во многих городах исламских стран ты увидишь высокие здания ростовщических банков, которые спокойно ведут свои дела, объявляя войну против Аллаха и его посланника. Абу Гурайра рассказывал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Перед наступлением судного часа распространится ростовщичество, прелюбодеяние и вино». Этот хадис передал Аб-Табарани. Также люди будут распивать спиртное и считать его дозволенным, называя его другими именами. Мы не говорим о западных странах, а говорим о мусульманах и о мусульманских обществах. Сахал ибн Сааб передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В конце времени будут провалы, падение камней с небес и превращение людей в животных. Будет это, когда распространятся музыкальные инструменты и певицы, и будет считаться дозволенным вино». Хадис передал Аб-Табарани. Сколько певиц сегодня развелось, каждый день появляется новая и новая звезда. Люди увлеченно хлопают им, создают фан-клубы, не осознавая, что весь этот разврат – певицы, распитие спиртного, ростовщичество – предвещает гибель этого мира. А если кто-то осуждает пороки общества и призывает к праведности, то его называют фанатиком и радикалом. Всевышний Аллах сказал в Коране, «Они спрашивают тебя о судном часе. Когда он наступит? Скажи, об этом знает только мой Господь». Никто, кроме Него, не может открыть время Его наступления. Оно тяжко для небес и земли. Судный час настигнет их внезапно. «Они спрашивают тебя так, будто тебе известно об этом. Скажи, об этом знает только Аллах». Но большинство людей не ведают. Люди видят вокруг себя все эти знамения, но сердца их беспечны. Они воспринимают все как норму. Развлечения, танцы, песни, разврат, грехи – все это стало обыденностью. В интернете, дома, на улице. Каждый из нас замечает это и в лучшем случае просто закрывает глаза. Еще одним признаком судного дня является привычная для наших дней картина, не покрытая должным образом женщина. В хадисе Муслима от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхима салям, сказал «Двух видов обитателей огня я еще не видел. Людей с бичами, похожими на коровьи хвосты, которыми они будут бить людей, и женщин, одетых и в то же время голых, качающихся и склоняющих к себе сердца мужчин. Головы их напоминают верблюжьи горбы. Они не войдут в рай и даже не ощутят его благоухание, а благоухание его ощущается на таком-то расстоянии от него». Если раньше женщины соблюдали хоть какой-то дресс-код, то сегодня в эпоху вседозволенности они как будто соревнуются между собой, кто оголит больше свое тело, или кто заработает больше, продавая свое тело. Сегодня для этого необязательно выходить из дома. Достаточно одним касанием экрана телефона показать себя всему миру, и оставить в сети непристойное фото или видео, которые люди будут смотреть, и после смерти автора тем самым приумножая его грехи. В другом хадисе передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Перед концом света среди моих последователей появятся люди, которые будут ехать верхом на седлах, чем-то похожих на наши большие седла, оттянутые кожей. Они будут останавливаться у дверей мечети, а их жены будут одеты, но в то же время обнажены. На их головах будет нечто похожее на горбы истощенных верблюдов. Проклинайте же их, потому что они будут прокляты. Если бы после вас была еще одна община, то ваши женщины стали бы слугами их женщин так же, как женщины предыдущих общин стали вашими слугами». Этот хадис передали Ахмад и Ат-Табарани. Также ближе к концу света уменьшится знание и распространится невежество. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах не заберет знания из этого мира, вырвав его разум, но Он сделает это, забирая ученых с этого мира. А когда Всевышний заберет ученых и пропадут знания, люди возьмут себе в лигере заблудших предварителей». В другом хадисе пророка говорится, «Уменьшится знание и распространится невежество». Сегодня мы часто можем наблюдать, как люди, не обладающие достаточными знаниями, вмешиваются в дела мусульман и разделяют их ряды. И это относится не только к религиозным знаниям. Невежество является самым большим врагом человека. Али ибн Абиталиб передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В конце времен появятся молодые и неразумные люди, которые станут говорить слова лучших из людей и читать Коран. Но он не пройдет дальше их глоток. Они отдалятся от ислама, подобно тому, как стрела, пронзив дичь, выходит с другой стороны. Также ближе к судному дню ускорится время, и рынки станут ближе к друг другу». Абу Хурайр рассказывал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока не появится смута, не распространится ложь, не сблизится рынки и не ускорится время». Ускорение времени ученые объясняют тем, что исчезнет благодать времени. Ученые прошлого успевали за короткую жизнь поститься днем, проводить ночи в поклонении, получать знания и составлять многотомные труды. А мы сегодня радуемся, если успеваем прочитать один джуз Корана. Сообщается, что Абу Хурайра, рады Аллаху альху, сказал, «Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока не ускорится время. Год будет подобен месяцу, месяц будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобен часу, а час будет подобен времени сгорания ветвей пальмы». Что касается рынков, то раньше в каждом городе был один известный рынок. Рынок Медины, рынок Мекки, рынок Басры, а сегодня все улицы стали рынками. Торговые центры, супермаркеты, все под рукой. Более того, сегодня можно, не выходя из дома, сделать покупки и заказы из любого уголка земли. Еще одним признаком является распространение лжи и отсутствие доверия. Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Перед наступлением конца света среди моих последователей появятся люди, которые будут рассказывать то, чего не слышали ни вы, ни ваши отцы. Остерегайтесь их». Этот хадис привел Муслим. Мы получаем много информации и зачастую, проверив ее, убеждаемся в ее ложности. Кто-то придумывает новости на заказ, кто-то пускает ложную информацию в сеть в целях дискредитации человека, общества или даже целой страны. Нам нужно быть осторожными и не распространять сомнительное. В погонях за сенсацией мы даже не проверяем информацию, не выясняем ее источники цели, особенно если эта информация соответствует нашим взглядам. Передается, что Абдулла ибн Масуд сказал, «Сатана будет приходить к людям, принимая человеческий облик. Он будет рассказывать ему живые истории и сеять между ними раздор. А человек будет говорить, «Это рассказал мне мужчина, лицо которого я хорошо запомнил, но имени его я не знаю», – хадис передал Муслим. Еще более греховным и порочным явлением нашего времени является лжесвидетельство. В нашей религии, основанной на справедливости, лжесвидетельство является большим грехом, так как оно способствует наказанию невиновного и безнаказанности виновного. Абубакр рассказывал, «Мы сидели около посланника Аллаха, саляллаху алейху асалям, и он сказал, «Не сообщить ли вам о величайших грехах?» Это при общении со товарищей к Аллаху, неуважение к родителям и лжесвидетельство. Он лежал, облокотившись, но после этих слов сел и начал повторять сказанное. Он повторял это до тех пор, пока мы не сказали, хотя бы он смог. Наряду с распространением лжи, исчезнет и доверия, аманат, люди будут строить отношения, заключая друг с другом множество сделок, но никто из них не будет даже намереваться возвращать доверенное. И дело дойдет до того, что будут говорить. Есть среди людей такого-то племени надежный человек. И о человеке будут говорить. Не найти более стойкого, более сообразительного и более разумного, чем он. Хотя в сердце его не будет веры и навес горчичного зерна. Следующим признаком является соперничество в высоте строений. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, и его отцом передает, что посланник Аллаха, саляллаху алейху асалям, сказал, «Когда увидишь ты рабыню, родившую себе госпожу или господина, и увидишь, как пастухи овец состязаются в высоте своих построек, и увидишь, как босые, голодные и нищие станут руководить людьми, это и будут признаки приближения часа». Также наступят времена, когда люди разбогатеют и будут соревноваться не в совершении благих деяний, а в том, кто больше заработает и больше потратит. И будет такое время, когда все разбогатеют, и не найдется человека, нуждающего себе в милостыне. Хариса ибн Уахб передает, что он слышал, как посланник Аллаха, саляллаху алейху асалям, сказал, «Подавайте милостыню, ибо близится то время, когда будет человек ходить со своей милостыней, но тот, кому он станет предлагать, ее скажет, «Вот если бы ты принес ее вчера, я бы ее принял, а сегодня я уже в ней не нуждаюсь». И он не найдет того, кто взял бы у него эти деньги. Мусульмане станут украшать мечети и свитки Корана. В хадисе приводятся слова пророка Мухаммада, саляллаху алейху асалям, о том, что если мусульмане станут украшать драгоценными камнями и золотом мечети, разукрашивать Коран, то людской род постигнет погибель. Также, ближе к судному дню, люди перестанут соблюдать права соседей, навещать родственников и будут здороваться только со знакомыми. Абдулла ибнумас'уд передает, что посланник Аллаха, саляллаху алейху асалям, сказал, «Поистине, когда до наступления часа останется совсем немного, люди будут приветствовать только близких и знакомых людей, и распространится торговля так, что жена станет помогать мужу в торговле, и будет часто встречаться разрыв родственных связей, лжесвидетельства, сокрытие правдивого свидетельства, и распространится письменность». Хадис передал имам Ахмад. В другом хадисе посланник Аллаха, саляллаху алейху асалям, сказал, «Судный час не наступит до тех пор, пока не распространятся беспутства, непристойности, разрывы родственных связей и неуважения к соседям». Многое из сказанного мы с вами можем наблюдать сегодня. Люди могут спросить, а что нам делать во время этих смут? Как поступить и чему следовать? Посланник Аллаха, саляллаху алейху асалям, велит нам придерживаться ислама, подчиняться имаму, следовать его сунне и пути праведных халифов, которые пришли после него. Абдуррахман ибн Амр ас-Суллами передает, что он слышал, как Ирбат ибн Сария говорил, «Однажды посланник Аллаха, саляллаху алейху асалям, увещевал нас и наставлял так, что слезы потекли из наших глаз, а сердца наши наполнились страхом. Мы сказали, «О посланник Аллаха, это наставление человека, который прощается. Чего же ты завещаешь нам?» Он сказал, «Я оставил вас на освещенном пути, который виден одинаково хорошо и днем, и ночью. И сойдет с него после меня только пропащий. Тот из вас, кто переживет меня, увидит много разногласий, и поэтому вы должны придерживаться моей сунны и сунни праведных халифов, ведомых правильным путем. Держитесь за нее как можно крепче, и подчиняйтесь имаму, даже если это будет раб эфиоп. Поистине верующий подобен верблюду с кольцом в носу, куда ведут его, туда он и идет». Хадис передали Ибн Маджа, Тирмиди и Ахмад. По воле Аллаха, в следующем ролике мы расскажем об остальных признаках и событиях, которые происходят в наше время. Хвала Аллаху, Господу миров.